Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, еще раз мы продолжаем программу «Войск-контроль». Вторая часть, к сожалению, только один из участников у нас в студии, как вы можете видеть по видеотрансляции. История эта практически детективная, потому что на протяжении двух дней мы договаривались с Инной Сывойкой, главой, уже ушедшей в отставку только что, главой общества за открытость Делна, о том, что она придет к нам в студию и расскажет о деятельности комиссии по расследованию Золи Туцкой трагедии. Время переносилось, это на то были объективные причины. Например, сегодня в 12 часов изначально должна была состояться эта дискуссия, но госпожу Войку вызвали в правительство, и поэтому время перенеслось на 5 часов. Но все-таки, несмотря на то, что госпожа Войка, вот она позвонила буквально за полчаса до начала эфира и сообщила о том, что не сможет принять участие в программе по причине того, что в ней принимает участие журналист Лата Лапс. Он об этом написал в Твиттере, проанонсировал, и таким образом он сегодня в студии у нас один. Ну, как объяснила госпожа Войка, что это связано с тем, что ей непонятен статус господина Лапс и его взаимоотношения с торговой сетью Максимум, и поэтому находиться с ним в одной студии она не считает возможным. Мы спросили, может быть, статус можно все-таки прояснить в прямом эфире, но она не согласилась. Ну что ж, госпожа Войка обещала, что придет к нам на один из следующих эфиров, мы обязательно ее пригласим, а пока у нас Лата Лапса в студии. Здравствуйте вам, спасибо, что вы до нас сегодня дошли. Эфир ведут Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. А помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн. И у нас телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Присоединяйтесь, звоните нашему сегодняшнему гостю. Господин Лапса, не знаю, как вы, мы пребываем в некотором недоумении относительно того, что у нас сегодня только один гость. Как вы этот факт расцениваете? Ну, испугалась девушка. Молодая, неопытная. Ну, тут такие события в последние дни. Вот деньги громадные на горизонте, а достать нельзя. Ну, расстроилась. А тут обидчик, можно сказать, главный. То есть вы являетесь главным обидчиком для общественной комиссии? Я очень бы хотел таким быть. Мания величия не страдаю, но я надеюсь, что и благодаря моим небольшим усилиям так легко эти дамы и господа до этих 150 тысяч не доберутся. Хорошо, давайте, может быть... Государственных денег налогопотребников, платящиков. Давайте, может быть, для тех, кто еще не знаком с вашей позицией относительно общественной комиссии, возможно, кто-то еще не читал, не слышал, вот по пунктам. Главное, что вас не устраивает в том, что вообще такая комиссия появилась, или в том, как она делается, из кого она делается, на какие деньги она финансируется, что вас в ней не устраивает? В создании этой комиссии и в ее первых действиях или ложь, или очень большая ложь. Это самое главное. Ну и добавок, там нормальная человеческая алчность, несколько именитых стервятников слетелись на то, что осталось после золы Туда, такое замечательное место, где полакомиться, как не использовать. Мне это глубоко и однозначно противно. Не преувеличиваете? Нет, я не преувеличиваю. Это, во-первых, никакая не общественная комиссия. Это карманная комиссия уходящего правительства, даже больше, ушедшего правительства. А представителей этой комиссии выбирало не общество в каком-либо виде, а вполне конкретные должностные лица. Эта комиссия была утверждена Кабинетом министров. А госпожа Войко сегодня в Твиттере написала, что, ой, это опять неправда. Первое решение о комиссии было 26 ноября, то есть когда господин Домбровский еще не ушел в отставку. Это опять полуложь. Вот перед нами бумажка, где фрагмент из протокола, то есть от того самого заседания правительства 26 ноября. И там вот совершенно замечательно видно, как образовалась эта общественная комиссия. А 26 ноября правительство решило, что стоит подготовить на рассмотрение заседания Кабинета министров общественную комиссию, в которой будут представители, и тут внимательно, общественная комиссия, будут представители министерства экономики, внутренних дел, финансов, благосостояния, государственной канцелярии, бла-бла-бла-бла. И также мы решаем призывать делегировать представителей Сейма и Рижской думы. Это так начиналось вот то замечательное образование, которое сейчас называется общественная комиссия. Но у нас, в принципе, и телевидение называется общественным, несмотря на то, что по факту, в общем-то, частично государственное, в общем-то, как и радио. Может быть, эту комиссию не надо оценивать с точки зрения названия, а по сути, может быть, действительно, это та инстанция, где теоретически соберутся умные люди и начнут думать о том, как же изменить систему для того, чтобы не было бардака в строительстве, который сейчас местами наблюдается. Знаете, если умные люди выбираются как-то под политическим ковром, и потом, что интересно, 10 ноября принимается решение правительства о создании с общественной комиссией, 12 декабря комиссия созывает первое заседание, а 11 декабря, то есть за день до первого официального собрания, комиссия уже приходит в госканцелярию говорить о деньгах. Это значит, умные люди, для которых самое важное – это общественное благо, трагедия золотода и так далее, и так далее. Если я не ошибаюсь, господин Кажетсеньш, комментируя вопрос зарплат, говорил о том, что без денег комиссия не может быть независимой. Знаете, я думаю, что офицер, и господин Кажетсеньш все-таки является бывшим офицером. Бригадным генералом Алии Великобритании. Да, 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 не знаю, чем он там занимался, но по моему глубокому убеждению, офицер после того, как он сказал, что для того, чтобы он был независимым, ему нужны деньги от государства, больше, больше денег, и тут еще вредный Домбровский, если там немножко дал меньше, чем хотел господин Кажетсеньш, ну, нормальный офицер бы застрелился, ну, что ему остаться делать? Ну, это не тот случай. Если подойти к этому вопросу с другой стороны, может быть, действительно нужна какая-то инстанция, которая, как у нас принято называть, межведомственная рабочая группа, которая сможет посмотреть на систему как-то со стороны или не со стороны, я имею в виду строительство и надзоры, потому что расследованием занимаются у нас полиция, это полиция уже сказала, что дополнительные материалы никому раздавать не будет, все-таки процессуальные действия и так далее, и так далее. Ну, такой еще один надзирающий орган, если вы простите. Вот, допустим, если все-таки нужна какая-то инстанция, которая должна пересмотреть саму систему строительства, надзора, не знаю, лицензии, сертификации и так далее, и так далее, кто туда, на ваш взгляд, должен входить, и как она должна работать и финансироваться? Если правительство считает нужным создавать такую комиссию, то не надо все это основывать на простой обыкновенной лжи. Тогда, вот как было задумано, создавайте правительственную комиссию, в комиссию, в которой входят там представители министерств, самые умные и так далее, и так далее, там еще кто-то из Сейма, кто-то из Житейской Думы, решайте. Это один вариант. Другой вариант, и это то, что я считаю единственным правильным вариантом. В Латвии не так много на данный момент людей, которые действительно вправе голосовать и выражать мнение насчет, какая организация нужна и чем она должна заниматься. А те люди, которые вправе это решать, это родственники тех 54-х человек, которые погибли в зале туда. Это они вправе решать, что должно приниматься, как должно приниматься и какие люди должны входить в комиссию. И не надо думать, что вот это вот те, которые там 54, ну да, ну какие там людишки остались, ну что они могут, что они могут решать, кому нужна их мысль. Вот мы тут правительство, мы знаем, мы Войко, мы Кажево, мы Рубеса, мы знаем, как, что надо делать. Но изначально, кстати, такие призывы со стороны госпожи Войки звучали о том, что необходимо задействовать в работе комиссии и родственников пострадавших, и представителей национальных меньшинств, живущих в стране, потому что комиссия общественная. Где они? Не получилось? Почему, на ваш взгляд, кстати? В комиссии всего 5 человек на данный момент. Четыре. Четыре, простите. Четыре. Ну, два помощника еще. Ну, там кто-то, которых никто не знает. Ну, наверное, дворник тоже там где-то. Хорошо, но, может быть, еще не все потеряно, может быть, еще есть возможность у представителей общественных организаций, не знаю, у кого-то по своей инициативе как-то подключиться к работе этой комиссии. Хорошо, допустим, там есть четыре человека, которые получают зарплату, которые руководят, занимаются, не знаю, администрированием, организацией и так далее, и так далее. Может быть, остальные тоже могут подключиться? Вот вы не пробовали как-то? Вы уже правильно сказали, которые занимаются, не знаю, чем. Они тоже не знают, чем. И в этом основная беда. Допустим, они получают деньги. Допустим, они... Ладно, не будем. Но если бы они знали, чем они будут заниматься. Это самое противное, на мой взгляд. Это когда четыре человека с лозунгами на губах, единственное, что они действительно делают, это не пекутся о своих зарплатах. А вот что они будут делать, они будут решать в январе и не раньше. Может, у них нет технических средств просто? Компьютеров, телефонов? А как вы связывались с госпожой Войко по телеграфу или еще как-то? Или, может быть, кто-то одолжил? Там бабушка, дедушка, еще кто-то? Я просто обратил внимание на смету и необходимые требования, технические средства, которые необходимы. Там указываются телефоны, компьютеры, ноутбуки, измельчитель. Это наглость. Это наглость. В высшую степень это означает только то, что в некоторых случаях есть на свете люди, когда приходит великая алчность, она затмевает все остальное. Деньги. Вот есть возможность. Ну, действительно, извините, но другой аллегории, кроме как стервятники, мне в голову не приходит. Появилась возможность полакомиться. Ну, как же не воспользоваться? Ну, хорошо, но ведь люди-то, по большому счету, неглупые. На ваш взгляд, они не могли предвидеть, что ситуация будет развиваться именно таким образом, что если всплывет вопрос о зарплатах, это вызовет негодование общества. Это же абсолютно предсказуемые шаги, абсолютно предсказуемая реакция. Вспомним те самые заповеди. И алчность – это один из самых страшных смертных грехов. Не просто так. Вот мы на этом примере видим, что алчность делает людьми. То есть всякая, любая, там, какая-то рациональность, любые опасения исчезают. Оставьте, надо, 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 хочу, хочу, хочу. То есть человек становится невменяемым, вы считаете? Знаете, если человек, который до сегодняшнего дня руководил организацией, которая называется «Общество за открытость» дауна, не приходит на интервью, чтобы вот эту вот открытость демонстрировать в лучшем виде. По-моему, это ясно показывает, что это у человека в голове. Хорошо. Вы зачитывали решение правительства о создании общественной, так называемой общественной комиссии, куда в основном были бывайте специалисты, там, Минэкономики, Бувалды, я так понимаю, Рижская, к примеру, и так далее, и так далее. На каком этапе, на ваш взгляд, вот эта якобы комиссия, по идее, комиссия профессионалов превратилась в то, во что она на наших глазах превратилась? Могу обещать, что портал Питая Ком это узнает и напишет об этом. На данный момент я этого сказать не могу. Вы знаете? Нет, не знаю. Не знаю. Большое спасибо госпоже Войке, если бы она в Твиттере не написала, что уже 26 ноября правительство принимало какие-то решения относительно комиссии, у меня бы таких подозрений не было. Я бы также считал, что вот 10 декабря было принято решение, создали комиссию и пошло-поехало. Так что еще раз спасибо бывшему руководителю общества за открытость. Сейчас прервемся на новости и рекламу, но обязательно вернемся Лата Лапса, журналист, гость нашей студии. Сегодня не переключайте. Мы продолжаем. Это программа «Войск. Контроль» в студии Аксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Константин Рост. И у нас в гостях сегодня один гость, простите за тавтологию, это журналист Лата Лапса. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Его потенциальный оппонент Инна Севойко, ушедшая в отставку глава общества за открытость Делна за полчаса до эфира, позвонила и сказала, что не станет принимать участие в программе, поскольку в ней принимает участие Лата Лапса. Для нас это стало неожиданностью. Но, тем не менее, мы сегодня говорим о комиссии по расследованию Золи Туцкой трагедии, общественной комиссии которой была создана в том числе и при участии госпожи Войки. И давайте начнем эту часть программы со звонка. Надевайте наушники. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Господин Лапса, очень хотелось бы провести аналогию с теми объектами вашего пристального внимания и с вашими питомцами, о которых мы прочитали в МК. Вы как-то сказали об одной кошке, которая еще не социализировалась. И вы ждете, когда она социализируется. Господин Лапса, не кажется ли вам, что наше общество сейчас после этой трагедии как бы разделилось на те, кто социализированы и те, кто абсолютно никогда не социализируется? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. Вот аналогия. Ну, что я могу сказать, я, по-моему, это в Делфи уже написал, что, каюсь, я действительно наивно полагал, что вот это вот действительно такой вот громадной немыслимой трагедии достаточно, чтобы общество стало бы хоть чуточку лучше, что ли, чтобы, ну, сейчас много говорится о мемориале, который должен быть построен на этом месте. Я считаю, что лучшим мемориалом и лучшей память об этих 54 людях было бы, если бы что-то действительно изменило сообщество и государство до такой степени, что вот, вот, там, не знаю, ребенок погибшего мужчины или женщины через много лет мог сказать бы, вот, вот, они погибли в том году, когда государство что-то стало измениться к лучшему, и мы стали, что ли, сплоченнее, действительно, единая нация, а не нация, ну, какая разница, как это называется. Увы, этого не произошло, прошло две недели, и... Хотелось все-таки вернуться к госпоже Войке, которая не пришла сегодня на наш эфир. Одним из аргументов своего отказа она назвала то, что ей непонятен ваш статус и ваши отношения с торговой сетью «Максим». Вот, проясните, может быть, что вас связывает с этим брендом? На прошлой неделе я распространил сообщение по этому поводу, потом и озвучил ее на общественном телевидении, к которому эта тема казалась государственно важной. Могу повторить это и сейчас, что любое лицо, которое станет распространять сведения о том, что я руководил или организовал или принимал участие в медиатренингах «Максима», при этом получая прямо или косвенно какой-то личный денежный доход, против этого лица я немедленно обращусь в суд. Вот, это действительно моя позиция на данный момент, это действительно все, что я по этому поводу даже не могу, а хочу сказать. Придет время, но не тогда, когда разные войки будут диктовать, что и когда говорить и как говорить. Придет время, и все все узнают. Но вас на данный момент с «Максимой» что-то связывает? Нет, у меня никогда не было карточки «Палдес», у меня была в свое время карточка «Саулейте». То есть, вы выбираете другую торговую цель? Да, с тех пор, как «Максима», к сожалению, ушла из торгового центра «Призма», который у меня был рядом с домом, и там появилась «Призма», я и перестал быть клиентом «Максиму». Хорошо, но на данный момент вы все-таки в суд уже обращались или нет? Потому что вы сказали, что обратитесь. Вроде как-то похожие заявления в Твиттере были. То есть, обращались или не обращались? Нет. Что интересно, все те принципиальные крикуны, которые так любят распространяться на любую тему, ни один из них после моего заявления не рискнул выходить на свет вот с таким вот заявлением. То есть, не стало распространять такие новости. Конечно, была масса юмористов, которые задавали множество риторических вопросов, которые наши суды не принимают. То есть, вы ждете точного, конкретного, прямого заявления? Как только любое идентифицируемое лицо, все равно физическое, юридическое, скажет непросто вот, а может быть, Лата Лапса что-то. Сообщат, утвердят, что Лата Лапса принимал участие, организовал и так далее, и так далее. Медиа тренинга для любого представителя «Максимы». И за это еще получал деньги, немедленно обращаясь в суд. — Но вы, тем не менее, встречались с кем-то из представителей торговой сети? У вас были какие-то переговоры с акционерами или с кем-то из представителей? — Мне очень, когда ко мне приходил корреспондент из общественного телевидения, я ему несколько раз повторял одно и то же самое, и потом очень долго и упорно извинялся, что я вынужден так поступать. Но, действительно, если я имею что сказать, я это говорю. На данный момент это все то, что я по этому поводу хочу сказать. Хорошо, давайте примем звонок, выслушаем, что хочет сказать наш радиослушатель. Здравствуйте. — Добрый вечер. Приветствую вас, приветствую господина Лапсу. У меня вопрос по поводу активности нашего населения. Вот как, по мнению вашего гостя, должно поступить было, допустим, население Киева, если бы залитуда случилось бы там? И что надо сделать с населением Латвии, чтобы не подписание торгового соглашения с Евросоюзом, от которого отказалась Украина на данное время, могла бы вывести людей на улицу? Что надо сделать с менталитетом латвийского населения, чтобы они, наконец, начали защищаться? — Как это не видите, может быть, переформулирую реакцию общества? — Я понимаю вопрос. Мы такие, какие мы есть. В этом наша сила, наша слабость. Вряд ли мы бы хотели у себя на улицах полноценный евро-майдан, залитуда-майдан и какой-либо другой майдан. — Тем более, что у нас есть Домская площадь. — Ну, да, хотя я не вижу, чтобы кто-то получил какие-то реальные уроки из случая 13 января. Но это наша слабость, это наша сила. Я думаю, что, не дай бог, нам случится что-то такое, чтобы людям пришлось бы выйти на улицу. — Хорошо, у нас никто не выходил на улицу, но нельзя отрицать, что массовое обсуждение этой темы поднялось и в социальных сетях, и в обществе, в общем-то. Как его оцениваете? И призывы к бойкотам, и призывы, не знаю, к разным другим действиям. Вот опять же, можно сказать, что общественность. — Ну, общественность. Ну, весь пар ушел гудок. Точка. — То есть вы бы хотели видеть результатов конкретных вот от этой деятельности? — Не обязательно людей на улицах, но я действительно считал, что вот после такой вот трагедии появится, ну, хоть один государственный муж или не муж, но кто-то, кто поднимет идею, что, ну, ребята, вы же все сейчас понимаете, что все вы смертны, и что никто не знает, когда придет ваш час, и какой... Может быть, вы наконец-то понимаете, какой федневый занимаетесь, и что есть некоторые вещи на свете, которые действительно чего-то стоят, и которые действительно важны, и давайте не будем отвлекаться на мелочь. Ну, не нашлось такого. Ну, у нас опять старый распорядок. — Хорошо, госмужа не нашлось, но ведь есть общественная стажа, которая может без помощи госмужей, допустим, обсуждать эту тему в Твиттере, в Твиттерах, на Фейсбуках, выдвигать какие-то свои теории, к чему-то призывать. Что сейчас теоретически могло бы со своей стороны сделать общество для того, чтобы, не знаю, повлиять на ситуацию, повлиять на ход расследования, ускорить в смысле, к примеру, я так, гипотетически, или повлиять на процесс каких-то перемен в строительной сфере? Вот со своей стороны общество что может сделать? — Наша замечательная государственная власть показала, что ей уже много лет глубоко по барабану. Что там думает общество? Если общество, вот если гудок свистит действительно громко, делаются какие-то косметические поправки и так далее. Я очень печально, но я боюсь, что без людей на улицах ничего не изменится. Или какой-то действительно громадной катастрофы, не дай бог. — То есть верите в то, что наши люди смогут выйти на улицу? — Ну, не знаю. Не знаю. — Поживем, увидим? — Нет, у меня глубокой основательной веры по этому поводу. Очень жаль. — Давайте еще звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. — Добрый вечер, господин Владца. Ну, тут вот сейчас много идет. Максима — это строители, болты. А на самом деле, вот если бы были бы вы строители, вернее, фирму открыли, вы без, ну, грубо говоря, построить вы ничего не можете. Сами по себе строители вы не можете привезти, допустим, вот как Максима, с Литвы. Вот. Фирма строит какая-то, которая выигрывает конкурс у нас. Конкурс у нас выигрывает фирма одна. А одна фирма выигрывает конкурс та, у которой есть жена у Домбродски. Конкурс у нас выигрывает конкурс. Да, гробовых корней, как говорится, да. — Спасибо. Мы построили государство, основанное на уголовных ценностях, как считаете? — Ну, есть множество фактов, которые свидетельствуют о том, что, по крайней мере, частично то, что происходит в стране, связано с некой полицейско-бандитской системой. — Очень часто говорят политологи и эксперты в последнее время не только о том, как у нас ведутся расследования или как у нас проверяются стройки, но о том, как общество виновата. Вот в том, что сложилась определенная ситуация. Потому что если есть люди, которые взятки берут, соответственно, есть люди, которые взятки дают. Может быть, наш менталитет, наше такое поверхностное отношение к безопасности, к скорости езды на дорогах, к качеству постройки, если говорим о строительной сфере, может быть, вот в такой среде и не может быть других строителей, чиновников, политиков? — Это такая замечательная иллюзия, которой так приятно себя утешать, что мы такие уникальные. Мы уникальные, мы вот такие особенные, потому что у нас ничего не получается, что мы такие уникальные. Вот поглядите направо-налево, на любую страну в мире, люди на самом деле не так уж отличаются. У них те же слабости, те же нужды, те же желания, те же пороки и так далее, и так далее. Важно, не знаю, но вот эти 5%, которые помогают обществу жить или лучше, или хуже. — 5% это кто? — 5% того, что у людей в головах. Ну, то есть, честности, самоорганизованности, стабильности, порядочности и так далее, и так далее. Ее немножко больше, немножко меньше, вот и вся разница. А так мы такие же, как все. — Достаточно активно мы получаем комментарии по каналам видеочата. Вот, меня тут обвинили в трусости, я, правда, не понял, за что. Ну, тем не менее, вас, кстати, говорят, что вы смелый человек, так что вы выглядите более успешно, чем я в этой студии, во всяком случае. Ну, вот, наш радиослушатель пишет о том, что как Лата Лапса относится к компании по материалам, заработанным президентом в Унибанке? Это один из вопросов. И сразу второй, поступают ли вам угрозы и давление? Давайте с Унибанкой. Любой читатель, который читает по-латойски, может взять в библиотеке книгу, которая вышла пару лет назад. Книга называлась «Латвия – это спорастась», то есть «Латышь обыкновенная», это как раз про господина Берзенча и про всю его сознательную жизнь. И про работу в рядах советской номенклатуры, и про прихватизацию «Унибанка», и про прихватизацию предприятия «Лода», и про освоение еврофондов. К этой книге мне, в принципе, нечего добавить. Ну, кстати, если мы уже заговорили о президенте, как вы оцениваете его действия в последние дни? Сейчас он показался, по мнению многих экспертов, да и, собственно, и общественное мнение это подтверждает, ну, как такой настоящий лидер в этой сложной ситуации. Не разделяете? Мнение на самом деле очень разное. То, что я, как человек, имеющий некоторое отношение к той самой книге, которая все-таки много чего узнала о личности нашего нынешнего президента, то я могу сказать, что человек старается. Он старается не ради каких-то денег или чего-то еще, он старается ради государства. Но, так как этот человек старый и со своими слабостями и странностями, то получается у него то, что получается. Ну, он хотя бы старался, если вспомнить цитату из «Пролетая над гнездом кукушки», вот это он к нему относится. Это хорошо, что он старается? Или вы сейчас с иронией об этом говорите? Нет, я говорю на полном серьезе, потому что, вот, глядя последние дни на истерику господина Пабрикса, которому дали отворот-поворот... Ну, здесь ракета «Искандер» под боком, можно понять, кстати. Ну, да, господин Пабрикс у нас символ НАТО и что-то там еще, главные националы. Еще раз могу повторить, господин Пабрикс старается, очень смешно, когда эксперты говорят, что он приближается к рубежу полномочий президента. Пока он на этой стороне, в этой границе полномочий, все в порядке, все замечательно, все по конституции, он делает то, что настоящий президент должен делать, что у него получается, это другой вопрос. Но он старается, это плюс. Ну что ж, будем подводить итог нашей сегодняшней программы. Кстати, вот, написали о том, что, Вадим, извините, снимаю свой вопрос и приношу извинения, так что я тоже не был с вами в одинаковом, надеюсь, статусе в этой студии. Вот, закончим эфир. Лата Лапса был на протяжении часа гостем программы «Войсконтроль». Как мы уже говорили, к сожалению, Инна Сывойко, глава общества за открытость Делна, которая ушла в отставку к нам в студию, не пришла. Но поскольку мы обсуждали ее личность, мы все-таки надеемся, что она придет к нам в другой день, и мы сможем выслушать ее точку зрения. Напомню, что Инна Сывойко – одна из членов недавно созданной общественной комиссии по расследованию золи Туцкой трагедии. Ну и в завершении программы небольшой анонс. Сегодня в 19 часов вместо выпуска новостей выйдет небольшой фрагмент интервью Натальи Михайловой с президентом Латвии Андрисом Берзиншем. Так что не пропустите. Напомню, что в 19 часов в эфире Радио Болтком. Ну а мы поблагодарим Лата Лапса. Спасибо, что пришли. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. Оксана Антоненко. Вадим Радионов. Провели этот эфир. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok